У Татьяны Анатольевны до сих пор в сохраненных смс-ки от псевдо-сотрудников банка. Мошенники позвонили ей и предупредили о попытке снятия денег с карты. Предложили установить блокировку. Прислали код, который женщина, не задумываясь, назвала им. Когда пароль пришел и ко второй банковской карте, пенсионерка почувствовала неладное. А второй раз что-то они мне сказали, и мне уже здесь сомнений было. Я даю банку посреди звонить. Звонок сразу закодировался, и все. Вот попытка была одна, только сумма снять, одну сумму. Я заблокировала мне карту, дозвонилась быстренько. Они мне звонили, я сбрасывала, звонила в банк. Я им только сказала, я не смогу быстро прочитать, вы так быстро меня вроде звоните. Они мне в этот момент позвонили в банк, и сразу заблокировали карту. В итоге общение с мошенниками у Татьяны Анатольевны с карты списали около 10 тысяч рублей. У Юрия Николаевича ущерб оказался гораздо больше, около 200 тысяч. В его случае мошенники действовали по другой схеме. Но начиналось все так же, со звонка службы безопасности банка. Ваши карты пытались взломать мошенники. Хотели снять суммы определенные, разные суммы с разных карт. Чтобы работу карт возобновить, нужно подойти в банкомат и проделать определенные операции, которые я вам скажу. Иду в банкомат, и тут начинается как в страшном сне все. Он диктует сумму, которую необходимо снять. Я как бы даже спросил, зачем снимать. Ну тут даже как бы даже меня одернули. С трогим голосом делать, и что вам говорят? Да, их положили. На кошелек, лендекс-кошелек. Оба случая относятся к так называемым бесконтактным мошенничествам. 83-летняя Евгения Васильевна лишилась денег, впустив злоумышленницу в квартиру. Женщина, представившись соседкой с нижнего этажа, попросила в долг 10 тысяч рублей. Пенсионерка не смогла отказать. Говорит, вот сейчас мне привезли мебель, что я уже расплачусь с машиной, и вот это все я вам отдам с процентами. Мошенница унесла с собой 58 тысяч, оставив расписку и, по ее словам, очень дорогое кольцо в качестве залога. А на расписку я сразу паспорт давай, а она, а нет, сейчас я сейчас побежать. Уважаемые жители Саратовской области, призываем вас быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Обо всех фактах мошенничества можно сообщить по телефону 02, с мобильного 102, или обратиться в ближайший отдел полиции. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.